Здравствуйте, ребята! Сегодняшний урок русского языка пройду для вас я, Наталья Николаевна Пескунова, учитель русского языка и литературы. Итак, ребята, о чем мы будем с вами говорить на уроках русского языка, как они будут построены? Ну, прежде всего, мы будем с вами говорить, 7 класс мы будем продолжать говорить о морфологии. Мы будем с вами расставлять знаки припинами. Но еще ко всему к этому у нас будет блок, который будет связан и с орфоэнкой, и с орфографией. То есть мы повторим с вами правила орфографии, повторим с вами правила пунктуации, которые вы уже изучали раньше. Ну, естественно, пройдемся по морфологическим признакам частей речи. Сегодняшнее наше занятие, оно такое вводное, это понятие о тексте. Текст, с которым вы общаетесь каждый день, который вы просматриваете каждый день. В любом случае это может быть то ли текст, который написал автор, автор учебника, автор художественного произведения, либо текст, который вы составляете самостоятельно. И этот текст, прежде всего, нужно уметь правильно составить. Вот как раз об этом мы с вами сегодня немного и поговорим. Само слово «текст», текст от латинского «textus» – это ткань, обозначает словесное единство. Итак, текст – это ряд предложений, связанных по смыслу и грамматически, и расположенных в определенной последовательности. Вы понимаете, что если будет просто набор предложений, то текстом он уже называться никак не будет. Каковы основные признаки текста? Это прежде всего информативность. То есть любой текст, он пишется для чего-то. Он дает какую-то определенную информацию. Вы эту информацию считываете, прорабатываете и запускаете дальше. Если она вам не нужна, вы от нее отказываетесь. Есть такой признак текста, как ценность. Это тематическое и композиционное единство всех его частей. То есть если у нас текст будет построен из нескольких абзацев, мы должны понимать, что эти абзацы должны быть в рамках определенной тематики, в рамках определенной темы. И, естественно, композиционное единство тоже всех частей его должно быть. Это говорит о том, что текст выстраивается в определенном порядке, в определенной композиции. То есть вначале идет вступление, потом идет основная часть и идет вывод. Если вы, скажем, неправильно построите основную часть, вы ее разделите и выведите вывод, то это, естественно, нарушение композиционное. Либо если у вас не будет концовки, это тоже композиционное нарушение. Третий признак текста – это связность. То есть наличие грамматической связи между частями. И вот сегодня мы как раз с вами и поговорим о цепной и параллельной связи между предложениями. Но это будет чуть попозже. А сейчас мы еще рассмотрим такой признак, как завершенность. То есть завершенность – это относительная законченность. Любой текст должен быть завершен. Он должен иметь какой-то определенный вывод. Он должен, скажем, вас заставить задуматься над тем, о чем в тексте говорится. То есть прочитав текст, человек должен задуматься. Идем дальше. Посмотрите, перед вами две записи. Одна из них является текстом. Давайте посмотрим и определим, какая она. Первая запись. «Маленькая льдина быстро плыла по реке. Далеко видны воржи голубые и синие цветы васильков. Чистым белым снегом покрылась земля». Одна запись, первая. И вторая запись. «Под городом Воронежем есть бобровый заповедник. Там на лесных речках живут бобры. Они перегораживают речки плотинами и на берегу пруду строят хатки». Слово «хатки» – это слово, означает «домики». Хатки, домики – это синоним. Скажите, пожалуйста, ребята, под какой цифрой находится текст? Так, хорошо. И Женя, и Евгений, и Арина, и Кирилл. Молодцы, ребята. Всё это верно. Но скажите, пожалуйста, а почему теперь? Ответьте на такой вопрос. Почему под цифрой 2 именно текст? С чем это связано? Напишите, пожалуйста, в чате, с чем это связано? Почему это текст? Как вы определили? Так, связаны по смыслу, Зоя говорит. Ещё. Так, 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 так. Несколько предложений. Ну и в первом несколько предложений, во втором несколько предложений. Нет, это не ответ. Давайте более конкретно. Так, ещё, ещё. Ну, вы же говорите, больше, чем одно предложение. Нет, можно озаглавить. Артём, правильно, это верно, потому что Данил говорит, что они связаны по смыслу. Хорошо, Данил. Так, Джулия говорит о том, что первым несколько предложений не связаны по смыслу. Правильно, Джулия? Хорошо, я согласна с тобой. Виктория говорит, что есть смысл и связь. Хорошо, ребята, я с вами согласна. Действительно, в первом предложении, в первой записи это просто-напросто набор предложений. Они никак между собой не связаны. То есть здесь ни смысла, ни грамматической связи. А вот вторая запись, она как раз и представляет собой текст. Потому что мы говорили о том, что в тексте предложения должны быть связаны одной темой. Это раз. Дальше. Второе. Должен быть определенный смысл. Есть. Потому что смысл дают нам слова из одной тематики, из одной темы. Это как раз, скажем, и говорит о том, что перед нами текст. И они связаны еще между собой и грамматически. Если бы мы расставили предложение во второй записи по-другому, скажем так, было бы первое предложение, потом третье, потом второе, ну вот так, скажем. И тогда можно было бы говорить о том, что у нас допущены логические ошибки. Но все равно текст все равно бы получился. Но с логическим нарушением. Это говорит о том, что чаще всего, когда вы работаете с текстом, и вам учитель на поляк ставит буковку «Л» и говорит вам, что это логика, вы говорите о том, что... Ну, некоторые говорят, я не понимаю, почему, что обозначает эта буковка «Л». А я вам повторяю, буковка «Л» говорит о том, что вы переставили предложение. То есть идет текст, потом только раз, такой обрыв, и потом снова пошел текст. Это называется логическая ошибка. То есть все должно быть соединено, как вот один в другой пазл входит, потом третий добавляется, вот все должно соединиться поочередно. И вот тогда логических ошибок не будет. Это как... Сейчас я вам рассказала, как избежать логической ошибки. Итак, вы поняли, что просто может быть запись из набора предложений, а может быть текст. И как раз об этом тексте мы с вами, скажем, поговорили немножечко. И его тем более можно и озаглавить, дать ему какое-то определенное заглавие. Скажите, пожалуйста, а как можно озаглавить этот текст? Как можно озаглавить этот текст? Где же самое нужное, где же самые правильные слова? Как можно было бы озаглавить... Если бы мы озаглавили бы словом «Воронеж», тогда бы нужно было бы говорить о Воронеже. А у нас немножечко по-другому. Правильно, Кирилл, ты говоришь, что это Бобровый заповедник. Так, что еще? Ну, скажем... Матвей, я согласна с тобой и согласна с Данилом и Викторией, что, по сути дела, здесь необходимо говорить о бобрах, об этом заповеднике. Потому что именно там, на лесных речках, живут бобры, и они эти речки перегораживают плотинами и строят хатки. Именно на Бобровом этом заповеднике. И вот как раз тема вами определена. А мы с вами, ребята, движемся дальше. Итак, что же такое текст? Давайте теперь еще разочек посмотрим. Это несколько предложений или абзацев, связанных целой темой и основной мыслью. То есть мы понимаем, что у текста должна быть определенная тема и должна быть основная мысль. Текст может состоять из одного абзаца, а может быть статьей, может быть книгой. И такое бывает, что у текста всего лишь один абзац. Но в любом случае все равно должна быть тема и должна быть основная мысль. Функция текста – это обеспечение коммуникации в процессе жизнедеятельности людей. Текст о чем-то рассказывает, дает какое-то пояснение. Мы, скажем, читаем этот текст, все это понимаем, можем проанализировать и можем рассказать кому-то другому. То есть мы можем в рамках одной определенной темы, в рамках темы текста поговорить с другими людьми. Основные свойства текста – это неразрывное свойство, единство формы и содержания. И нарушение формы, то есть отсутствие связанности предложений, может привести к обессмысливанию текста. И мы об этом тоже с вами уже говорили. Потому что первая наша запись была – это не текст. Действительно, этот набор предложений, который был, привел к обессмысливанию текста. Поэтому все должно быть в рамках одной темы. А если мы говорим о рамках одной темы, значит у нас должен быть набор лексики своеобразный. То есть если мы говорим о спорте – набор лексики о спорте. Если мы говорим о здоровье – набор лексики о здоровье. Если мы говорим о книге – и набор лексики должен быть о книге. Идем дальше. Между предложениями в тексте существует смысловая связь. Причем связанными могут предложения не только, которые стоят рядом, но и отделенные друг от друга одним или несколькими предложениями. А какие же смысловые отношения существуют? Они различны. Это может быть… Содержание одного предложения может противопоставляться содержанию другого. То есть вот дается одно предложение, второе идет в противопоставлении. Дальше. Содержание второго предложения может раскрывать смысл первого или пояснять один из его членов. А содержание третьего может пояснять смысл второго. То есть любой текст представляет собой соединение предложений по определенным правилам. И вот как раз об этих правилах мы сегодня с вами и поговорим. Что же это за правило? Содержание, тема и идея текста должны быть в каждом тексте. Прежде всего, смотрим смысл текста. Сейчас, ребята, минутку. Я закрою дверь. Извините, пожалуйста. Дети вышли на перемену, и поэтому, чтобы мы их не слышали, я закрыла дверь. Далее. Содержание текста может быть выражено только в словесной форме. В тексте может быть проблема, над которой размышляет автор. И единство тексту придает тема и идея. Значит, сейчас поясним. То есть у каждого текста должна быть тема. А в теме говорится, о ком или о чем идет разговор. Дальше. Для того, чтобы создать... Если вы создаете свой текст, значит, вы определились, на какую тему вы будете писать. Идем дальше. Дальше вы говорите, ну, должна же быть идея, да? Потому что любой текст, он должен чему-то учить. Он должен что-то показать, чтобы читатель увидел, услышал то, что вы хотите донести. Поэтому должна быть определенная идея. И вы говорите, а для чего этот текст я буду писать? И выставляете идею. Так. Идем дальше. Должно быть определенное содержание. Вы насыщаете свой текст содержанием. То есть вы идете поочередно из предложения в предложение, соединяя их с мысловой связью, с грамматической связью. Теперь смотрите. Так. Надо проверить композицию. Все ли правильно. У нас есть вступление. То есть вы входите в текст. Да? У нас есть развитие действия. Движется оно. Здесь идет движение. То есть это как и в рассказе в любом. Вторая часть содержания развивает ваши мысли. И в конце вы выходите на определенный вывод. То есть вот это вот как раз и есть композиция. То есть это композиционное построение. Поэтому говорим о том, что не может быть такого, что в тексте есть начало, но нет концовки. То есть это должно быть обязательно. Мы говорим о том, что у текста должна быть и тема, и должна быть обязательно идея. По-другому тоже не получается. И еще раз повторюсь, что у каждого текста есть определенная тема. Еще раз говорю о том, что тема текста – это… Тема текста, она всегда находится в начале текста. Чаще всего она находится в самом названии. Мы смотрим на название и говорим. Тема текста, она название. То есть о ком или о чем этот текст. Чаще всего повторяю – это название. Потом будем двигаться дальше. Значит, для того, чтобы создать свой текст, надо понимать. А какова у вас тема? Это тема широкая или это тема узкая? И вот здесь тоже необходимо обращать внимание на ключевые слова темы. По-другому никак не получится. То есть каждый ваш текст, каждое ваше выступление с докладом, либо с рефератом, оно должно предполагать наличие определенных слов. То есть в теме широкой, в широкой теме, будет и наличие слов довольно, скажем, такое многообразное. Если это будет тема узкая, здесь будет, скажем, тоже такой вот набор слов, но он довольно-таки будет в рамках вот этой, только лишь в этой узкой теме. Сейчас я вам постараюсь на других слайдах, с помощью других слайдов, пояснить, как это происходит. Ну, смотрите, допустим, возьмем вот такую тему. Охрана природы – это тема широкая. То есть здесь можно говорить, скажем, обо всем, что требует от человека, скажем, каких-то действий по охране этой природы. Либо такая тема – ребята спасли тонувшего в реке зайчонка. То есть, ну, это может быть зайчонок, да, это может быть, скажем, щенок какой-то, но это уже в рамках темы, это уже узкая тема. И, скажем, здесь набор слов будет только конкретно под эту тему. А вот охрана природы – здесь можно разные наборы слов использовать, но тоже в рамках одной темы, но охрана природы, вы же понимаете, здесь можно говорить и о животных, здесь можно говорить и о растительном мире, да, и здесь может быть экологически чистая среда. То есть посмотрите, какое разнообразие. И этого уже не будет во второй узкой теме, не будет о том, как ребята спасали тонувшее животное. То есть вот в чем различие узкой и широкой темы. И сразу же для вас я даю такую небольшую памятку. Развивайте умение писать и говорить на тему. Для чего это даю? Для того, чтобы вы, когда будете создавать свой текст, не ушли в сторону. Что для этого необходимо знать? Когда вы готовите какой-то текст, какое-то выступление, вы понимаете, что прежде всего должна быть тема, должна быть идея. Это понятно. Теперь нам необходимо хорошенько отработать тему. Мы должны понимать, о чем конкретно мы будем говорить. Что это значит? Показываю вам на примере четырех тем, которые можно взять для того, чтобы раскрыть такое понятие, как снег. Слово снег. Вообще, это, скажем, мы ждем всегда снег. Но, по крайней мере, я, мой ребенок, мы всегда ждали снег, когда он выпадет. И поэтому хотелось, чтобы все темные поля, дороги, которые имеют темные цвета, коричневые, серые, черные, чтобы накрыло такое белое покрывало. Поэтому снег мы ждем всегда. Но смотрим на тему. Тема снег. Это то, о чем сейчас я говорила. Но, может быть, и первый снег. И ключевое слово. Здесь уже будет не одно. Мы не будем рассказывать просто о слове снег, что он у себя представляет, и как падает снег, и как он ложится на поля, на дороге. Нет. Мы будем говорить о втором ключевом слове. Первый снег. Вот нам необходимо именно рассказать о первом снеге. Вы вышли из дома и увидели, скажем, это было утро, да, вы вышли из дома, открыли дверь и увидели, что все покрыто белым покрывалом. Но, к сожалению, этот первый снег, он не стал долго лежать. Он быстро растаял. Это будет первый снег. Может быть, вы расскажете, как это все происходило. Может быть, вы были на улице и видели, как спускались первые снежинки, как они кружились в воздухе, как они таяли у вас на ладошках. А, скажем, наверное, каждый из вас, когда был маленьким, проходил через то, что когда идет первый снег, вы вытягиваете ладошки, на ладошки падает снежинка, потому что хочется эту красоту подержать в руках. Но от того, что руки теплые, а снежинки эти тают. Третья тема. Каким я видел снег в лесу? И вот здесь конкретно нужно говорить уже о снеге в лесу. Не о городе, а не о первом снеге, а просто-напросто. Снег в лесу. Вот вам ключевые слова. Дальше. Четвертая тема. Каким я видел снег однажды вечером? И ключевые слова однажды вечером. То есть снег увидел человек однажды вечером. Почему берется слово однажды? Слово однажды берется лишь потому, что этот вечер, о котором вы будете рассказывать, этот вечер останется у вас в душе. Он останется в вашей памяти. Потому что что-то в этот вечер произошло важное. И в этот вечер еще по всему этому шел снег. Посмотрите. Оказалось бы, довольно-таки близкие темы, потому что рассказывается, потому что в каждой теме стоит слово снег. Но эти темы очень разные. Поэтому высказывание надо строить так, чтобы каждое предложение в нем помогало раскрытию данной конкретной темы. чтобы вы не ушли в сторону. Если вы уходите в сторону от темы, то тогда вам эта работа, к сожалению, не засчитывается. Поэтому прежде всего необходимо разработать правильно тему. Необходимо, если вы пишете самостоятельно, вам необходимо тему выбрать и понять, о чем вы будете писать. Если вы, скажем, если вы, допустим, читаете какой-то текст, вы тоже делаете упор на тему, что дается в теме у вас, о том, как раз и должен быть текст. Поэтому при создании собственного текста вы можете себя контролировать. Вот о чем был наш разговор. Основная мысль. Ребята, без основной мысли, без идей тоже текста не может быть. Обязательно должна быть основная мысль. То есть это то, чему этот текст призывает. Это то, чему он учит. То есть это то, ради чего он написан. И основная мысль обычно передает отношение автора к предмету речи, его оценку изображаемого. Ну а тексты бывают разные. И иногда увидеть оценку автора, оценку изображаемого, бывает тоже очень сложно. Ну, давайте с вами просмотрим компоненты, которые входят в основную мысль. На что надо обращать внимание. В художественном тексте часто используются предложения со значением оценки. Это понятное дело, чаще всего. Но иногда может и не быть. Выражая основную мысль, автор чаще всего движется по ступенькам, переходя от одной части к другой. Как это понять? То есть идет движение мысли. От одного абзаца идет движение мысли к другому абзацу. Это действительно как ступенечки. Это такие переходы. То есть вам необходимо просто-напросто из одного абзаца, скажем, посмотреть, а что здесь является важным. Перейти в другой абзац. А что здесь является важным. И потом все это соединить воедино. И посмотреть, чему же все-таки учит автор. Ради чего он написал этот текст. И основная мысль может быть выражена в заглавии. Но, скажем, это бывает редко. Или в одном из предложений текста. Это почаще бывает. Основную мысль, конечно же, нужно смотреть в начале. Не в начале, прошу прощения, а в конце. Чаще всего она выражена в конце текста. Но бывают такие тексты, они как перевернутая пирамида. И поэтому основная мысль может быть выражена и в начале. Чаще всего ее нужно найти и сформулировать. Итак, что нужно знать об основной мысли? Ну, еще раз подытоживаю. Что основную мысль нужно в тексте найти. Она может стоять чаще всего в конце. Иногда она может стоять в начале. Нужно проработать каждый абзац, каждую тематику слов в абзаце, для того, чтобы выйти на основную мысль. Собрать это все воедино. Но нужно еще обратить внимание на то, что бывает такое предложение, где просто, скажем, его выписал или зачитал. Вот это как раз и есть основная мысль. Не надо ничего компоновать, не надо ничего собирать по абзацам. А надо просто, правильно и хорошо вчитаться в текст и найти это предложение. Но, к сожалению, оно тоже не всегда бывает. Скажите, а что же делать тогда, если нет, я не вижу эту мысль? А это говорит о том, что смотри между струк. То есть эту мысль нужно сформулировать самому. Это чаще всего делается в художественных текстах. Когда мысль вы формулируете самостоятельно. И вот здесь как раз бывают затруднения. Здесь как раз и будут сложности. Ее можно сформулировать, но неправильно. Скажете вы, а что же делать, чтобы правильно сделать это все? Вчитаться хорошо в текстах. И знаете, что у меня моя учительница учила следующему. Она говорила, если ты не можешь пересказать, текст, значит, ты его не понимаешь. Читай тогда его еще один раз. Читай медленно, для того, чтобы понять смысл. Как только вы сможете без подсказки, без подсматривания пересказать текст, значит, тогда вы его понимаете. Могут быть какие-то фактические нарушения, маленькие, все может быть. Можно где-то в чем-то ошибаться, но еще раз повторяю, нужно хорошо учитываться в каждое слово. И сегодня мы с вами познакомимся с таким понятием, как микротема. Микротема – это часть темы. То есть все микротемы подчинены общей теме и раскрывают ее. Что это значит? Это говорит о том, что в каждом тексте есть свой определенный абзац. В каждом абзаце есть своя определенная микротема. Как выбрать эту микротему? Микротему мы выбрать следующим образом. Вам необходимо сказать, о чем этот абзац, что в нем главное. А вы понимаете, что в абзаце крутится информация, она крутится по спирали. И нам необходимо взять сначала абзаце, кусочек, самое нужное, самое важное, с середины взять, и с концовки. И вот таким образом, объединив и взяв самое-самое нужное, вот таким вот образом, мы с вами и найдем микротему. Еще раз повторяю, микротема, она находится в абзаце. По количеству абзацев можно определить количество микротем. Да, бывает такое, что текст состоит из одного абзаца. И там может быть всего лишь одна микротема. И вы должны понимать, что текст строится таким образом, что все микротемы, они подчинены одной большой теме. То есть тема у нас находится в начале, да, в названии. Это тема. У нас определенный набор слов под эту тему. Напоминаю, если у нас идет разговор о спорте, значит тогда у нас и, скажем, в абзацах, если у нас идет в абзацах разговор о спорте, значит у нас будет определенная лексика, спортивная лексика, скажем так. Если о здоровье, значит лексика связана со здоровьем. И еще раз повторяю, в абзаце выделяют начало, либо зачин, развитие мысли и конец, концов. То есть начало, серединочка и конец. Вы посмотрите, пожалуйста, что самое главное в них находится. И таким образом вы можете скомпоновать микротему. Что еще должно быть? Ну, еще раз повторюсь, у нас должны быть абзацы. Вы скажете, а для чего нам сегодня вообще об этих абзацах говорить? Мы же каждый день видим эти абзацы, каждый день работаем с ними, читаем информацию, считываем всю эту информацию. Но я хочу вам еще раз напомнить, что часть текста между двумя отступами, которая служит для выделения основных мыслей, для перехода от одной мысли к другой, это и есть абзац. И самое главное вообще в составлении текстов это выделение абзацев. Потому что если вы его выделите неправильно, у вас будет логическое нарушение. Потому что предложения в абзаце тесно связаны между собой одной мыслью. И каждый новый абзац это новая мысль, новый этап в развитии действия. То есть каждый абзац, еще раз повторяю, в рамках одной темы должен быть, да, то есть в каждом абзаце своя определенная лексика. Но в каждом абзаце идет, скажем, новая мысль. И на это тоже нужно обращать внимание. И поэтому как только мысль эта заканчивается, заканчивается абзац, вы переходите на новую ступень. Вы переходите к новой мысли. Вот для чего необходимо знать, что такое абзац и как с абзацем работать. А работать бывает довольно-таки сложно. Когда вам дается текст, когда идет аудиозапись, вы записываете текст, а потом вам учитель говорит «Расставьте, пожалуйста, абзацы». Поэтому вы должны понимать, как абзац выстраивать. И как только мысль закончилась, вы переходите уже на другой абзац. Вы переходите к следующей мысли. Давайте с вами посмотрим на способы связи предложений в тексте. Вот это, ребята, тоже очень важно. Потому что связь цепная и параллельная это та связь, которая используется в предложениях. И если вы ее будете правильно и грамотно использовать, то у вас тогда не будет ошибок. Не будет логических ошибок, не будет речевых ошибок. И на это обращаем внимание. Вот скажем, это те основы, скажем, с помощью которых строится текст. Итак, смотрите, пожалуйста, существует параллельная связь. Что это значит? А это значит, смотрим на схему, схему параллельной связи, есть у нас предложение, в котором заключается смысл. Это новое то, о чем вы сейчас узнали. Второе, третье, четвертое, пятое, это предложения, которые помогают раскрыть смысл первого предложения. Вот скажем так, с параллельной связью. Параллельной связью пользуются немногие, потому что параллельную связь нужно уметь выстраивать. и чаще всего ребята вашего возраста они пользуются цепной связью. И скажем, как зацепить предложение за предложение, сейчас тоже расскажу и сейчас тоже научу. Посмотрите. Итак, первое предложение, я вам уже сказала, содержит тему и дает общий план, дает общую картину. Смотрим на предложение, которое внизу слайда. Радостно, шумно и пахучая весна в лесу. То есть это первое предложение, это новое, то, что мы узнаем. Это и радость, это и шум, и запах весенний, пахнет весной в лесу. Вот в этом предложении дается полная картина, которую мы сейчас будем рассматривать. Мы ее будем, скажем, каждое слово, по сути дела, мы будем дополнять и распространять информацию. Смотрите, что получается. Радость, да, первое. Значит, смотрите на предложение. Звонко поют птицы. То есть птицы рады к тому, что пришла весна, они звонко поют. Шум звенят под деревьями весенние ручейки. Шумно они звенят, поэтому мы тоже на это обращаем внимание. дальше запах. Она пахуча весна. Почему она пахуча? И мы даем пояснительное предложение смолой пахнут набухшие почки. Казалось бы, элементарно просто, но я не думаю, что кто-то из вас часто пользуется именно этой параллельной связью. Еще раз повторяю, посмотрите, пожалуйста, на схему этой параллельной связи. Первое предложение дает новую информацию, а потом эта информация распространяется больше. Каждое слово в этом предложении распространяется определенным набором следующих предложений. Поэтому мы говорим о том, что это параллельная связь. Эта связь довольно-таки сложная, она непростая, но мы будем пробовать это делать. И посмотрите, об этой связи идет разговор и на следующем слайде. Смотрите, что у нас получилось. Предложение есть новое и данное. Первое предложение, о котором мы с вами говорили, это было новое, а все то, что было после него, второе, третье, четвертое предложение, это уже было данное, потому что оно одинаково было во всех предложениях. которые связаны с первым. Что может быть еще? Предложения могут сопоставляться и противопоставляться. То есть дается первое предложение, в нем дается общая картинка. Потом идет второе предложение, может что-то в нем сопоставляться с первым. А может просто-напросто можно противопоставлять. Давайте с вами посмотрим, как это работает в тексте. леса оздоравливают землю. Так, задумались, смысл понятен. Леса оздоравливают землю. Теперь смотрите, что мы делаем с помощью параллельной связи. Они не только исполинские лаборатории, дающие кислород, они поглощают пыль и ядовитые газы. То есть мы идем в сопоставление. Они не только исполинские лаборатории, дающие кислород, но они еще поглощают пыль и ядовитые газы. И следующее предложение. Их справедливо называют легкими города. То есть легкие как орган, которые через себя все пропускают, адсорбируются. Вот вам, пожалуйста, параллельная связь. Еще раз говорю, она довольно-таки, если этого не знать, скажем, ну и писать просто сочинение, тогда, ну, скажем, это всегда бывает на этапе, когда вы еще маленький. А когда вы уже становитесь взрослыми, и когда вам необходимо знать вот эту всю изнанку этого текста, тогда вам необходимо знать эту тему, что такое параллельная связь. и как предложения будут выстраиваться. Смотрим дальше. Цепная связь. Эта связь довольно-таки простая. Это связь, которой чаще всего вы пользуетесь. Что же это значит? Это говорит о том, что дается первое предложение, в нем есть новое что-то, в нем новая информация. Вы ее считали, потом эту новую информацию вы берете с конца предложения и присоединяете к ней, она уже становится данной информацией, то есть вы ее получили в первом предложении. Во второе предложение вы входите, зацепились за первое предложение и добавили снова что-то новое. потом снова это новое уже стало данным. Значит вы берете его в следующем предложении это данное и снова добавляете новое. Давайте с вами посмотрим как это работает. То есть у нас будет идти чередование данного в нового и мысль будет развиваться последовательно. То, что еще раз повторяю было новым будет становиться данным. Смотрим. Где-то за горизонтом шла гроза. здесь идет разговор о грозе. Она рассылала в жаркую летнюю ночь решительные широкие раскаты. Смотрите. У нас разговор о грозе. Это слово подчеркнуто. Это слово было в новом материале. То есть давалось в новой информации. А потом вот это слово гроза мы переставляем вместо имения. То есть новое стало данным. она имеется ввиду гроза рассылала и добавляется у нас новая информация. Новая добавляется. Она рассылала в жаркую летнюю ночь решительные широкие раскаты. Мы узнали о раскатах. Раскаты это добавилось новое. Теперь это новое станет данным. Раскаты мы заменим словом с анонимичным раскаты гром. Гром уже почти бессиленный в пути. И мы добавляем новое. Оживлялся под сухой крышей. И вы говорите, что мысль моя закончена, буду переходить на другую мысль и на другую микротему. Поэтому абзац. и теперь посмотрите. У вас слово гроза. Слово гроза мы заменили на местоимение она. Вот таким образом мы с вами избежали речевой ошибки. Дальше слово раскаты заменили на слово гром и тоже избежали речевой ошибки. Еще раз повторяю. Для того, чтобы составить текст, нам необходимо знать тему в рамках которой мы будем работать. Дальше нам необходимо знать идею, а для чего мы будем этот текст создавать, что мы хотим сказать. Ну и дальше мы должны будем работать с абзацами. Мы должны будем создавать, скажем, наполнять содержание нашего текста. А для этого мы будем, чтобы не было ошибок логических, чтобы не было речевых ошибок, мы будем с вами пользоваться цепной и параллельной связью. И будем правильно соединять эти предложения. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. И на этом слайде вам дается цепная, то есть последовательная связь. Ее можно называть цепной, можно называть последовательной. И вот сейчас мы посмотрим текст, который находится на этом слайде и попробуем разобраться, а что в нем не так. Вокруг города раскинулись леса. Зацепляем информацию, то есть эту информацию мы узнали, это была новая информация, теперь эту новую информацию во второе предложение мы ее вносим, она станет данной информацией, она вам уже известна, и мы сейчас добавим еще новую информацию. в лесах попадались озера с огромными соснами по берегам. И теперь мы к этому предложению еще добавим информацию, мы еще раз возьмем данное, которое было во втором предложении, оно станет новым, возьмем данные и добавим новое. Сосны это данные, да, а новые все время тихонько шумели. У меня вопрос, что не так в этом втором и третьем предложении. Ошибка какая? Кто видит ошибки? Ну, ребята, посмотрите. Хорошо, мило, нехорошо. правильно. Я согласна. Так, сначала главная тема был лес, а потом про сосны. Так, ну, это говорится о сосновых лесах, сосновый лес. Так, но Мелани сказала правильно, ответила правильно. Два раза слово лес повторяется. А я вам об этом говорила, что нужно избегать ошибки. Какой ошибки? как поменяем? Так, там, в них. То есть, нам необходимо взять местоимение и поменять существительное на местоимение. И вот таким образом мы сможем избежать во втором предложении повтора. А вот в третьем предложении мы имеем право, скажем, сделать повтор. То есть, первое и третье через предложение. И вот тогда у вас речевая ошибка исчезнет. Коротко и ясно получилось. То есть, работаем через местоимение. Работаем через синонимы. Через контекстуальные синонимы. И еще раз хочу сказать, что есть в тексте есть слова, которые, если вы их вытянете из текста, они не могут быть синонимами. Но в рамках текста они могут быть синонимами. То есть, в рамках определенного текста. Бывает еще и такое. И ко всему к этому хочу сказать, что существуют еще средства связи в предложении в тексте. то есть, какие-то средства предложений, чтобы не ошибаться, это лексические средства предложений и грамматические. И вот на это тоже необходимо обращать внимание. Посмотрите, как много нужно знать для того, чтобы создать свой текст. И он был грамотным, и он был правильным, этот текст. что же это за лексические средства? В тексте должна быть однотематическая лексика, то есть, в рамках одной тематики. Посмотрите, у вас подчеркнуты слова читатель, книга, человек, автор, снова книга. То есть, это все слова, которые крутятся в рамках одной темы. Однажды читатель берет в руки книгу. Но мы понимаем, что читатель, он что делает? Читает книгу. Это понятное дело. Дальше слово человек, слово автор и снова книга. То есть, не может быть слово книга без такого слова, как автор, либо читатель, либо просто человек. Потому что любой человек все равно обязательно читает. Это что касается лексических средств. Существуют повторы, однокоренные слова, повторов нужно избегать, однокоренных слов тоже избегать нужно. Но бывает такое узкое направление деловой лексики, когда избежать невозможно. Вот вам, пожалуйста, синонимы контекстуальные. Сейчас я закончу. И хочу обратить внимание на следующие два предложения. из беловежской пущи на волы завезли зубров. Новички быстро прижились и перестали бояться людей. Если мы из этих двух предложений возьмем два слова зубры и новички, вы скажете, какие же это синонимы? Они не являются синонимами, но в рамках одного текста они будут являться синонимами. И мы это понимаем, что зубры, мы изменили слово зубры на новички. То есть, посмотрите, это контекстуальный синоним. То есть, в рамках одного текста. Итак, ребята, мы закончили с вами сегодняшний урок. Он подошел к концу. Я хочу сказать, что первый урок наш, он был, скажем, больше лекционный. Потом пойдут уроки с практикума, где у нас будут практикумы. Попробуем себя в творческих занятиях. Поэтому, ребята, сегодня я с вами прощаюсь. Говорю вам, желаю вам хорошего настроения. Пусть у вас все ладится, пусть все будет хорошо, замечательно. Ну, а мы с вами скоро встретимся. Встретимся через неделю. Всего доброго. До свидания. субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok